Итак, Алексей Навальный находится в тяжелейшем состоянии, в коме, в результате отравления. Я на 90 с лишним процентов убежден, что за этим преступлением, за этим покушением стоит Кремль. Я знаю точно знающих и следующих людей, как было организовано убийство Немцова. Это спецоперация, ее проводят спецслужбы. И они получают команду от своего высшего руководства. Политический резонанс огромный, он во всем мире сейчас идет, не только в России. Это же удар по останкам имиджа России, останкам имиджа Путина. Мы высказываем слова поддержки семьи Алексея Навального и желаем ему скорейшего выздоровления. Сейчас мы решили взять срочный комментарий у политика Геннадия Гудкова, который расскажет нам, кто, по его мнению, является конечным заказчиком покушения на жизнь Алексея. Геннадий Владимирович, скажите, пожалуйста, вот если это действительно отравление у Навального, а по всей видимости это действительно так, и СМИ сообщают о том, что, судя по всему, был применен какой-то очень сильный галлюциноген или вот что-то в этом роде, то вот что это означает? Кто конечный заказчик? И могло ли это произойти без санкции со стороны высшего российского руководства? Ну, я прежде чем ответить на все вопросы, хотел бы сейчас обратиться к супруге Алексея Навального, к его супруге Гюле. Я просто прошу сейчас, обращаясь с ним, чтобы они держались. Я понимаю, что ему очень сейчас сложно и ей, и детям, и родителям, просто чтобы она имела твердость духа и мужество, пережить эти все сложности. Я очень надеюсь, что Алексей переживет его великолепный организм, справится с этой гадостью, переживет. И мы желаем Алексею здоровья, а его семье терпения и надежды, веры. И я думаю, что все будет нормально. Вот, наверное, вот это, наверное, сейчас, что я хотел бы первое сказать. Присоединяюсь. Мы все переживаем, как все нормальные люди, и желаем Алексею скорейшего выздоровления. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Теперь давайте разберем, что на самом деле произошло. Вы видите, что в России случаи отравления поставлены на такой конвейер смерти. Все это началось, теперь уже мало кто помнит, был такой роман Цепов, который был слишком близко к вождю, когда-то он его охранял. Это питерский предприниматель, занимался он безопасностью, занимался безопасностью Путина. Видимо, слишком стал этим кичиться. И на нем были спробованы, как, по крайней мере, утверждают люди из нашей среды, были спробованы новый яд. Его дважды травили, в конечном итоге второй раз оказался летальным, фатальным, и его там с почтем похоронили. То есть показали, что есть яды, показали, что надо бояться таких отравлений. И сейчас действительно внутри спецслужб, вот их специальных лабораторий, идет работа по новым ядам, по применению новых составов, которые не оставляют следов, которые похожи на признаки каких-то отдельных бытовых пищевых, в том числе отравлений и так далее, и тому подобное. Я хочу сказать, что эти яды могут быть не только в чае, в кофе, в напитках, в еде. Есть яды, которые могут быть переданы касанием, то есть даже рукопожатием. Обрабатывается специально рука агента, который должен провести приговор в исполнении убийства, совершить, да, и он жмет руку известному человеку, публичному политику, у него рука обработана от проникновения этого яда, а вот этот яд потом проникает и может человека убить. Очень много разработано новых препаратов, и мы видим с вами, что путинский режим конвейер организовал отравление. Ну, я просто напомню, что был отравлен Чика-Чихин, да, мы совершенно четко понимаем, что вот я с ним общался, грубо говоря, два дня назад, через два дня спустя мне сказали, что он находится в тяжелейшем состоянии, он из этого тяжелейшего состояния не вышел. Юрий Щика-Чихин, депутат Госдумы, который вел расследование очень серьезное против власти. Потом мы увидели, как в самолете, летевшем в Беслан, была отравлена Политковская, которая предлагала, чтобы туда приехали руководители Чеченского вот этого сопротивления, и могли бы повлиять на освобождение заложников. Для того, чтобы она не могла вмешаться в эту ситуацию, ее там в самолете просто-напросто отравили. Мы с вами знаем случай отравления Володи Карамурзы. Володя дважды находился на грани этого и того света, его с трудом откачали, когда уже почти не было надежды, но все-таки его организм справился. Мы с вами видели отравление Петра Верзилова, мы с вами видели отравление Алексея Навального. Помните, оно там было якобы какая-то сильнейшая аллергия. И на самом деле я не век. И вот сейчас совершенно очевидное покушение на жизнь политического деятеля Алексея Навального. Вот никаких сомнений у меня нет. Никаких, абсолютно. Я на 100% убежден, что это покушение с возможностью либо нанесения тяжелого тяжкого ущерба здоровья, либо даже убийства, либо смерти. И когда мы сейчас говорим, причастны к этому власти, я на 99% даю ответ «да». Вот просто представьте, у нас страна, которая управляется в ручном режиме. Кто ей управляет, мы с вами знаем. Это несколько человек. Путин и несколько человек его окружения. В основном это силовики, ФСБ, которые подмяли под себя абсолютно все структуры. И следствие, и прокуратуру, и МВД, и все-все-все-все. Они ходят по струнке. Значит, совершенно очевидно. Просто давайте представим с вами, Саша, от обратного пойдем. Предположим, какая-то группа чиновников, расследование Навального, которых, так сказать, довело до какого-то там совершенно озверения, они организовали это покушение. Могли? Наверное. Если бы у нас не было такой жесткой иерархии в стране. Просто сейчас представьте, что если Путину доложили, что кто-то посмел без его санкций, без отмашки отравить Навального, и это подозрение, это падает лично на него. Вы представляете реакцию Путина? Он бы сейчас отправил туда всех следователей, всех лучших специалистов, экспертов. Они бы сейчас там, я не знаю, блокировали весь этот Томск, Томск там, аэропорт и так далее. Они бы сейчас там рели землю. Вопрос к вам. Вы видите какую-то активность правоохранительных органов сейчас? Вот в данный момент, когда виднейший оппозиционный политик России, лидер российской оппозиции, находится в состоянии комы и явно отравлен. Явно совершенно покушение на его жизнь. Вот сейчас. Пока нет, и я прогнозирую, что и не будет никакой особой активности. Тогда вопрос. Я только что написал твит, что если Кремль не причастен, то у него есть один способ отмыться от обвинения в покушении на жизнь на Алексея Навального. Это найти виновных и доказать, что нет связи между Кремлем и этими лицами. Ну, никакого другого способа не существует. Если Кремль сейчас, четыре часа спустя, после покушения на Навального, ничего не сделал, четыре часа, мы с вами знаем, что 70 с лишним процентов улик, 70 с лишним процентов следов преступления собирается в первые часы. А тут четыре часа проукраинная система, которая докладывает моментально. Доклад идет моментально. Это там, извините, для лохов, что там Путин ничего не знает, Пескоп ничего не знает, газеты они не читают, интернета у них нет. Это там вообще бедные несчастные сироты, живущие в хижине дяди дома, да? Ерунда это все полная. Тут же моментально докладывается, тут же моментально, где бы там Путин ни был, на совещание, на заседание, записочку им принесут, доложат, принесут какую-то там справку и так далее. Моментально все знают о самых важных событиях страны. Раз они молчат. Посмотрите, я тоже сейчас обратил внимание, Кремль молчит. Да, ни одного заявления официального. Ни одного заявления. Ни одного заявления никто не сделал. Нет, даже министр здравоохранения, даже там какое-то еще должностное лицо. Я уж не говорю, что Песков должен был, обязан был просто какую-то выдать информацию на горах, что Путин спит, не дал им инструкции. Я в это абсолютно не верю. Значит, за вот этим покушением однозначно стоят спецслужбы. Это мое личное убеждение, оценочное суждение, как сейчас принято говорить. А у нас спецслужбы не действуют без личной команды Бортникова-Патроса, которая каждый свой шаг согласовывает с Путиным. Вот пусть кто-то, я готов даже вот в вашем эфире публично провести дискуссию на эту, дебаты на эту тему. Пусть кто-то попытается опровергнуть мою точку зрения. Я буду очень рад, если я вдруг окажусь неправ. Но я боюсь, что не найдется ни одного смельчака на 145 миллионов человек, я имею в виду связанных с властью и связанных с деятельностью спецслужб, которые отважатся выйти на дебаты со мной в эфире. Вот в вашем эфире, в любом другом, не принципиально. Поэтому я на 90 с лишним процентов убежден, что за этим преступлением, за этим покушением стоит Кремль. Я не знаю, кто там, я точно знаю, как, ну как точно, я знаю точно знающих и сведущих людей, как было организовано убийство Немцова. Я знаю, кто кому давал отмашку, кто кому докладывал. Я знаю этих людей очень высоко приближенных, так сказать, и знающих ситуацию, как оно было на самом деле. Я просто думаю, что те же самые механизмы были задействованы в этом случае. Но не могло без отмашки Кремля это произойти. Либо сейчас Кремль должен был уже рыть землю, просто вот уничтожать, так сказать, там все то, что мешает расследованию. Мы этого не видим с вами. Вот сейчас Кремль, даже из гуманитарных соображений, ну ребята, вы там шлете самолеты МЧС своими специалистами, своими врачами, своими экспертами, вы шлете куда угодно. В какие-нибудь там африканские республики, куда-то еще посылаете. Вы шлете в Ливию, вы шлете в Сирию, вы куда только не шлете помощь. Почему сейчас не послать ведущих врачей по токсикологии в Томск к Алексею Навальному? Почему сейчас там не отправить лабораторию, которая проведет точнейшие анализы? Что мешает Кремлю это сделать? Вот вопрос, который совершенно очевиден ответ, да, потому что они об этом знали заранее. Им это не нужно. Значит, имитировать сейчас никакой активность, потому что это преступление было подготовлено при политическом руководстве, при полном информировании политического руководства страны. Это мое личное убеждение. Я очень бы хотел ошибаться, и пусть кто-нибудь попытается, пусть кто-нибудь пытается меня и аудиторию, любую аудиторию переубедить в этом, то, что я сказал. Геннадий Владимирович, вы сказали, что вам в принципе известны общие механизмы принятия решений, вот допустим, по убийству Немцова. Вы могли бы хотя бы в целом их как-то описать, ну, может быть, без указания конкретных фамилий? Да, если я сейчас скажу, то я могу подставить людей, с ними будет расправа. Ну, конечно, там решалось на уровне, давайте так, будем говорить, коллегиально. Вот политическое руководство Чечни, которое стоит, безусловно, за реальным покушением организации убийства Бориса Немцова, это политическое руководство имело очень доверительное отношение с одним из известных царедворцев, похожих к Путину в любой момент. И мне рассказали люди, очень близкие к политическому руководству и Кремля, и Чеченской Республики, рассказали о том, что руководство политическое обратилось к этому царедворцу, царедворец дал им отмашку. Но я точно знаю, что этот царедворец не мог самостоятельно принять такое решение. Я не знаю, как, кого, как он объемен информировал, но то, что он не мог самостоятельно принять решение, его просто бы сейчас уже не было бы. ни на должности, ни в окружении, нигде. Вот. Я, конечно, свечку не держал в этот момент, но я вам хочу сказать, что это люди, связанные с силовыми структурами, мне об этом рассказывали, очень на высокой должности. Информация пришла с очень высоких должностей. Она пришла через людей, которые специально до меня ее довели для того, чтобы кто-то знал, как это было. Я знаю фамилии этих людей, я знаю, кто как, с кем, чего согласовал, кто с кем разговаривал, я знаю об уровне доверия между этими людьми. Конечно, я, к сожалению, сегодня не могу публично об этом заявить, даже в силу личной безопасности, но это уже известный факт. И поверьте, это не блеф. Это не блеф. Я просто еще раз говорю, если я сейчас начну говорить детали, то этих людей быстро вычислят и с ними жесточайшим образом расправят. То есть вы хотите сказать, что какой-то аналогичный механизм скорее всего задействуется и в случаях подобных отравлению Навального, Карамурзы и так далее? Я думаю, что здесь немножко было по-другому. Если, допустим, там политическое руководство Чечни прокачило, а можно ли это сделать и нужно ли будет это полезно, и не будет ли какой-то санкции. И то, как я понял, там сперва была истерика Путина. Может быть, его не так проинформировали, не то сказали. Может быть, я допускаю это. Почему я там тогда говорю, что это не Путин давал командовать? Командовать давал не Путин. Потом мы поняли, что потом он в конечном итоге взял на себя ответственность, потому что он затормозил расследование. Оно прекратилось. Не были допрошены организаторы и совершенно очевидные идеологи вот этого преступления. По сути дела, Путин взял на себя персональную ответственность за убийство Немцова. Таким образом. Ведь можно было довести расследование до конца, и все прекрасно понимают и знают, кто стоит за этим преступлением. Ну, совершенно очевидно, мы знаем кланы Делимхановых и так далее и тому подобное. Там есть кто, кто является реальным организатором этого убийства. Совершенно понятно, что никто там ни Геремеев не был допрошен, ни Делимханов не были допрошены, в общем, не расследовали. Пришли Геремеев, он там калитку не открыл. Конечно, если человек не открыл калитку, как же его можно доставить на допрос, да? Владимир Владимирович Путин об этом знает. Вот. Поэтому, конечно, он взял на себя персональную ответственность, и надо понимать, что он взял на себя персональную ответственность, как видим, за покрытие убийц организаторов этого преступления. Вот это надо понимать. Здесь, я думаю, в случае с Алексеем Навальным сработал несколько иной механизм. Эта операция готовилась тайно. Не валяются такие яды на лавочках, если только специально там сотрудники спецслужб не разбрасывают. Это операция, которая требовала серьезной подготовки. Она требовала наличия там, возможно, агентуры. Я не уверен, что яд попал через чай, но может быть, но кто-то его туда положил в чай. Он просто так не мог там оказаться, этот яд в чай. Значит, кто-то его готовил, кто-то ждал приезда Навального, кто-то предполагал, что он закажет там чай или кофе, кто-то был готовим опустить в этот чай натравляющий препарат и так далее. То есть, совершенно очевидно, что это спецоперация. И я знаю только одно, что если есть спецоперация, ее проводят спецслужбы. И они получают команду от своего высшего руководства. Потому что высшего руководства должно получить политическое одобрение, потому что политический резонанс огромный. Он во всем мире сейчас идет. Это же не только в России. Это же удар по остаткам, останкам имиджа России, останкам имиджа Путина. Это все Меркель ему звонит и думает, что она с Владимиром Владимировичем о чем-то договорится. Я ее понимаю по-человечески, она не может поверить, что такой уровень криминальности режима в России, что с ними разговаривать невозможно, потому что считай, что на сходку попала организованная преступная группировка, пытаясь им рассказать, что не нужно вести преступные деятельности, что это плохо. И я представляю, там какой хохот стоит, когда кто-то, кто убеждал преступной группировкой не заниматься преступной деятельностью, ушел, а вот они там хохочут над этими чудиками. Поэтому, конечно, вот надо понимать, что это международный резонанс, политический резонанс, это огромный резонанс в всей стране. Значит, это не может, значит, еще раз говорю, отсутствие действия страны Кремля убеждает меня в том, что это они санкционировали это. Ну, по-другому нельзя. Вот представьте меня, допустим, я руководил большой компанией, у меня работало пять тысяч человек. Какой-то там сотрудник напортачил, накосячился, что-то нехорошее. Что я делал? По меньшей мере, я звонил, извинялся, говорил, что это не является политикой компании, что мы обязательно накажем, что мы там компенсируем, что мы там что-то исправим, поправим. Или там приезжали руководящие сотрудники, клиенты, мы говорим, что это, ну, вот бывает такое, на старуху проруху, на пять тысяч человек кто-то может что-то сделать, накосячить, хотя мы там и проверяем человека, и обучаем, и контролируем, и прочее, но все равно наши люди, они не укладываются в схемы. Поэтому я, например, всегда, допустим, и все мои сотрудники, они защищали имидж компании, они наказывали жестко те, кто там нарушал их правила, корпоративные требования. Что должен сделать Путин? Он должен был три часа назад, дать, там, четыре часа назад, как ему только доложили, дать команду, выслать в Томск, группу следователей, экспертов, лучших врачей, токсикологов, лучших врачей, там, реаниментологов, выслать туда самолетом, у нас, у нас, в МЧС, туда лаборатории какие-то там, оборудования дополнительные. Мы же не знаем, хватает там в Томске оборудования, хватает там аппаратов, хватает там квалификации врачей, мы этого не знаем, но дай бог, чтобы хватило, я очень надеюсь. Все-таки врачи, они клятву давали Гиппократу, а не Путину. Они обещали, когда поступали на учебу и вступали на путь врача, они обещали помогать всем людям, защищать их жизни и здоровье. Они не Путину клялись. Вот, я на это, поэтому надеюсь. Но, тем не менее, любой человек нормальный поступил бы так и вышел бы с заявлением, ну пусть не он, но Песков. Где они? Они все попрятались по щелям и ждут, что будет. А Навального сейчас, Алексея, естественно, надо действительно транспортировать и увозить из страны, потому что мы вообще не понимаем уровень подлости, уровень дна вот этого режима. То есть, это новый уровень дна. Вот все, никаких сдержек нет, никаких принципов нет, никакой морали нет, никакой совести нет, ничего нет. Вот, вот что демонстрирует сейчас Кремль. Это надо понимать. Это новый уровень падения, новый уровень дна, новый уровень аморальности, новый уровень криминальности и преступности. Вот, ну, как вот, нормальный человек будет это терпеть? Нет, он будет делать все, чтобы, так сказать, поменять, а никто ничего не делает, уже 4 там с лишним часа. Как вы полагаете, почему это произошло именно сейчас, и есть ли какая-то связь с событиями в Хабаровске, в Беларуси, потому что мы знаем, что Навальный, например, достаточно активно освещал события в Хабаровске, как через своих представителей в Хабаровске, так и, собственно, лично, да, когда он вел блоги. Ну, и сейчас по Беларуси он высказался. Ну, если этот яд не смертельный, и была задача не убить, а окончательно запугать, подорвать здоровье, подорвать дееспособность, то это очень даже может быть связано. Потому что, действительно, для российского режима сейчас ситуация критическая. Совершенно очевидно, что восстание, я так условно говорю, восстание в Беларуси не закончилось. Оно не закончится, пока Лукашенко будет у власти. Слишком негативно относится к нему народ, особенно после фашистующих расправ, после пыток, после вот этих концлагерей, после издевательства над людьми, после убийства людей, да, которые произошли у нас, по-моему, 7 уже установленных, погибших, 7 жертв лукашенского режима, и 80 человек, которые пропали. Что значит пропали в мирное время, когда есть там все мобильные телефоны. Вот, поэтому, конечно, я думаю, что это связано между собой. То есть идет тестирование, что можно сделать в этой ситуации, чтобы не допустить повторение событий в России. Ну, и заодно свести счет основанием. Вот, поэтому я-то, на самом деле, вот с утра на взводе, потому что я прекрасно понимаю, что вот в нашем с Дмитрием близком окружении, это уже там пятый случай попыток расправ. И, конечно, я, как отец, не могу равнодушно относиться. Ну, во-первых, я Алексея уважаю и прекрасно понимаю, какую борьбу опасность ведет. Только я понимаю, что это может коснуться любого оппозиционера, любого политика, любого гражданского активиста. Это страшно. Поэтому я вполне допускаю и даже считаю, что связь с белорусскими событиями здесь прослеживаются. Ну, я не согласен с тем, что Алексей ведет себя осторожно. Он ведет себя в соответствии с ситуацией. И то, что все сегодня лидеры оппозиции на флажке в любой момент могут быть схвачены, арестованы, брошены в тюрьмы на годы, это он прекрасно понимает. Прекрасно понимает, что сейчас власть дошла до того предела, за которым уже смерть и кровь. И, тем не менее, Алексей ввел активную работу информационную. Он ввел активную работу в разоблачении вот этих вот чинуш, которые там нам рассказывают, как любить родина. В то же время вся семья, все активы, миллиарды денег, украденных из России, давно уже в цивилизованном западном мире, где они там получают все блага от этого мира. Поэтому, конечно, здесь нельзя сказать, что Алексей Навальный снизил активную силу и видоизменил. Сделал ее приемлемой в той ситуации, которая сейчас возможна. Поэтому вот с этим я как раз не согласен. И если там кто-то сомневался в его каких-то там искренностях, я думаю, что это неправильно, неправда. И вот сейчас то, что произошло с ним, лишний раз говорит о том, что власть абсолютно безжалостна. Она никаким образом, она готова уничтожить Навального в любой момент, как только ей будет это возможно. Вот здесь надо понимать, что если кто-то думает о каком-то сговоре Навального с властью, я в это никогда не верил и думаю, что этого нет и не будет и не может быть. Как вы полагаете, какие-то международные последствия вот в связи с этим инцидентом будут? Конечно, конечно, вне всякого сомнения. Я думаю, что этот случай будет обсужден и на ПАСЭ, и в Европейском парламенте. И он будет в поле зрения Соединенных Штатов Америки, он будет в поле зрения европейских лидеров. Но это слишком громкий случай, это слишком вызывающие действия, которые, в общем, опровергают все международные принципы, правила и международные обязательства России. То есть надо понимать, что я извиняюсь за выражение, можно я грубо скажу? Вот российская власть сама тебе насрала в карман, в очередной раз. Потому что, вы знаете, на Западе они толерантны, они долго терпят, они долго верят, они долго пытаются вести диалог, даже с теми, с кем диалог, наверное, вести нельзя. Но в конечном итоге у Запада терпение заканчивается. И я так понимаю, что оно уже скоро закончится не только в отношении Лукашенко. Мы видим, что Лукашенко изгой, персона нон-грата с запрещенным въездом, выездом. Сейчас все его окружение будет подвергнуть этой же процедуре. И я думаю, что все идет к тому, что все окружение Путина будет объявлено криминальной группировкой с запретами, расследованиями и так далее и тому подобное. В конечном итоге это кончится тем, что Запад озвереет и начнет гнать своих стран, окопавшихся там всеми чинуш, с наворованными капиталами, будет проводить расследование этих, происхождение этих капиталов. И все это кончится тем, что им всем придется убежать оттуда, обживаться здесь в России и получать все то, что они здесь построили по полной программе. Это были Геннадий Гудков и я, Александр Кушнарь. Мы продолжаем следить за историей, связанной с покушением на жизнь Алексея Навального. Оставайтесь с нами.